6 сентября в Киселевске Кемеровской области две 10-летние девочки утром ушли в школу и домой уже не вернулись. Их тела нашли день спустя. По подозрению в убийстве школьниц был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он заманил детей сладостями в дом, где изнасиловал и убил. Тема сегодняшней программы «Детская безопасность». Здравствуйте. В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Одинцовского округа Ольга Георгиевна Лемарова и психолог Светлана Сергеевна Соловьева. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. К сожалению, учебный год только начался, но уже отметился несколькими происшествиями с участием детей. А как в Одинцовском округе обстоят дела? Все ли у нас спокойно? В нашем округе на сегодняшний день пока особых происшествий с детьми нет. Чрезвычайные происшествия есть. И об этом мы сегодня, конечно, поговорим. Вот за этим круглым столом с уважаемым психологом. Но, тем не менее, дети уходят из дома самовольно. Дети погибают в связи с тем, что недостаточный контроль родителей и взрослых за ними. Вот такие дела. Светлана Сергеевна, вот кажется, твердим детям постоянно. Никуда не ходи с чужими до правила трех Н, никуда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах. Мы постоянно помним. Но, тем не менее, вот такие происшествия все равно случаются. Вот это, казалось бы, такая банальная история сладости. Пошли девочки и закончилось все трагедии. Почему дети все-таки идут с, ну, вот этим, не побоюсь этого слова, преступниками? Они какие-то ходы психологические используют. Почему дети им доверяют? Ну, то, что ходы специально используют, ну, может быть, не специальные, но то, что они очень хорошо считывают, так скажем, информацию, да, или хорошо понимают психику ребенка, понимают, что нужно, что не хватает. Наводящими вопросами могут, понимаете, вот выйти на то, что, на какой крючок можно ребенка поймать. Но почему уходят дети все-таки? Смотря какой возраст, да, будем говорить. Ну, если вот взять вот эту историю, 10 лет, это самое такое, ну, начало, уже, может быть, даже не начало, немножко сдвигается у нас, ранний подростковый возраст, интересно, а что же там, а попробовать себя. Запретный плод такой. Да, я не думаю, что девочки хотели очень прям сладости или им не хватает этих сладостей, но, понимаете, что-то такое было, что, может быть, вызвало интерес. А что же там будет? А потом вдвоем, да, давай вдвоем. Уже не так страшно. Не так страшно, да. Знаете, еще какая история бывает, что родители, ну, вот предупреждение выглядит как нотация, это первое. Либо очень эмоциональное с точки зрения, со стороны родителей вот это вот предупреждение выглядит, да. И, знаете, у меня был случай, когда одна девочка, 13 лет, она сказала, вы знаете, а я не, мне неудобно было сказать нет. И потом, ну, хорошие девочки, ну, там, не кричат, не визжат, не убегают. Ну, дядя сказал, и я пошла, хотя я знала, что что-то будет. То есть, понимаете, вот и такие причины могут быть. Я могу немножечко вклиниться. Ну, обязательно. Да, спасибо большое. Потому что вот по поводу данного случая, о котором мы сейчас говорим, там ведь и в семье не все было благополучно. У одной из девочек, насколько я понимаю. У одной из девочек, совершенно правильно. То есть, нарушены детско-родительские связи, правильно? Детско-родительские отношения. И если мы говорим о причинах самовольных уходов, и, наверное, психолог, уважаемый, меня поддержит, Светлана Сергеевна меня поддержит, о том, что в социально неблагополучной семье дети ищут, к кому бы прислониться, у кого бы найти защиту. То, чего дома не хватает, и достают. То, чего не хватает дома, совершенно правильно. И это одна из причин самовольного ухода детей из дома. В нашем округе, немножечко хорошо, в нашем округе на сегодняшний день, вот за 8 месяцев, порядка 16, сегодняшний, наверное, случай нужно посчитать, 17 самовольных уходов несовершеннолетних из семьи. Сегодня тоже был какой-то такой случай. Да, сегодня тоже вот мы получили спецсообщение. Нашли, вернули. Пока нет, пока нет, но здесь девочка довольно взрослая уже, будем так говорить, 15-летняя девочка. Вот тоже наверняка семья, не сказать, что неблагополучная, достаточно благополучная. И мама, и папа занимаются другими детьми. Ну, как мы говорим, сапожник без сапог. Девочка поехала в Москву, маме написала, что она у нового молодого человека, вот понимаете, да. 15 лет, но у нового. 15 лет у нового молодого человека. Ну, я думаю, что мы по этому поводу еще проговорим немножко, да. Светлана Сергеевна, а как же до ребенка донести информацию, что никуда, ни при каких обстоятельствах с посторонним человеком ходить нельзя, чтобы это не было нотацией, да, чтобы вообще ребенок мог сказать нет. Ну, это, наверное, как говорят психологи, отстаивание каких-то личных границ, что ли. Да, это история про личные границы, и вы знаете, она начинается, в общем-то, с самого раннего возраста. Сказки никто не отменял, и там смысл очень глубокий, и не зря сейчас сказкотерапию даже психологи практикуют. Рассуждать, обсуждать о прочитанном, что ты тут, а посмотри. Вот, допустим, снежная королева. Герда попала к доброй старушке, которая приветила ее, оставила на ночлег в своей избушке, но заколдовала Герда, значит, забыла, зачем идет. Вот смотрите, какую мораль здесь можно, да, ребенку сказать. Смотри, на первый взгляд, очень добрая бабушка казалась. Ну, на самом деле, у нее какой-то замысел был. Как бы вот, да, Герда, если бы подумала, или там не так устала, возможно, не попала бы в эту сеть. То есть не говорить, ты там никогда, ни во что, ни в коем случае. У нас Герда героиня. У нас Герда, да. Также любимая игрушка. Сочиняйте сказки. Но нужно помнить, чтобы вот у маленького ребенка, когда мы с ним беседуем на эту тему, чтобы конец был всегда хэппи-эндом, заканчивался. Чтобы, ну, мир, конечно, в нем есть всякое бывает. Всякое, да. Но, знаете, чтобы не получилось так, что мы только устрашаем, и потом к 15 годам в своей комнате и никуда. И мир – это что-то страшное и катастрофа. Вот. Ну, а со старшими… А смотрите, когда мы это в детском возрасте начинаем, вот так они доверительные отношения закладываются. Потому что мы всегда говорим, будьте в доверительных отношениях. Но подростки, в каких бы доверительных отношениях ни были, бывает такое, что по секрету кто-то там что-то рассказал. Я же по секрету не могу высказать там, да, это рассказать. Но тут два типа секрета. Секрет, который можно хранить, и секрет, который, если это угрожает кому-то, тебе или кому-то, или безопасности, или жизни, ну, тут нужно поделиться. Ну, и взрослые не должны забывать, как себя вести, когда они услышали ту или иную информацию от ребенка. То есть вот сказкотерапия – это же для маленьких, правильно? А вот как там уже почти подростку? Ну, что вы. Как с ним разговаривать? Или недооцениваемый? Вы знаете, это заблуждение, вы знаете, даже взрослые на сказкотерапию… Любые сказки отвечают, откликаются. Потому что это такое направление психотерапии, которое ни в каком возрасте. Просто подходы по-разному, да, сюжеты по-разному, темы мы простраиваем по-разному. Для подростки очень хотят быть самостоятельными. Да. И очень многие хотят свободно проводить время. То есть свободное времяпровождение – это как бы приоритет. Что хочу, то и делаю. Да, Светлана Сергеевна. Что хочу, что и делаю. То есть должны знать не только свои права, они очень хорошо знают, но еще и обязанности. Обязанности в семье, обязанности в школе, обязанности в обществе и так далее. То есть мы должны тоже об этом говорить всегда в семье, что своим детям, что должны быть обязанности, как нужно себя вести дома, в школе, в обществе, со знакомыми, с чужими людьми. Да, психологи, они у нас очень такие демократичные люди. Да, очень дипломатичные люди. Но иногда, может быть, нужно и действительно строго сказать, как вы начали с этого, Евгения. Три – нет, все. Но это должно быть там, здесь не обсуждается. Да, я тоже часто говорю родителям, что ну вот я не знаю, ну как, ну как, вот он меня не слушает. Но я всегда говорю, а кто тогда командир дома, если ваш ребенок не слушается? Ну ладно, подросток, он бунтует. Но так вы же до подросткового возраста с ним уже как-то… Жили. Жили. Понимаете, запрет, но с объяснением. Иногда можно сказать жестко и, вы знаете, не кричать, ничего, но по одному тону или взгляду. Ребенок уже может понять, что вот это вот… Запрещено. Ну, уже не надо, да, пробовать там что-то делать. И объясняйте, почему нет. В нашей семье так не принято. Почему не принято? Потому что то-то, то-то и то-то. Так себя не ведут. Почему? Ну, давай посмотрим. Что будет если так вести? Да, вот опять же, да, смонтируйте фильм. Ради бога, маленький ребенок, большой ребенок, нет разницы. Разговаривайте, говорите и объясняйте. Рассказывайте истории своей жизни, рассказывайте истории из жизни своих друзей, знакомых, подруг и так далее. Понимаете? Вот еще хотела сказать, что, да, конечно, наверное, больше всего дети убегают из дома, когда в семье плохо, и когда родители, ну, так скажем, маргинальная семья, как это, да, говорится. Вот, но вы знаете, моя статистика личная, как практикующего психолога показывает, что вот Ольга Георгиевна сегодня тоже отметила, что семья-то благополучная. Не вызывает каких-то тревоги. Вот в таких семьях, чтобы не хватать внимания. Некогда родителям, да, внимания. Или, знаете, вот усталость. Мы с Фисом все на усталость. Ой, ну когда это я буду с ним рассуждать, вот это что-то показывать, вот это что-то говорить. А это не надо, что вот ты его посадил за стол, сел и давай ты ему рассказывай урок. Вот это на танцы, те самые, о которых мы говорили. Да, это в повседневной жизни должно быть ненавязчиво происходить. Поэтому взрослым нужно этому тоже учиться прежде всего. Наверное, в нашей жизни, в принципе, дефицит общения, чтобы сесть. У нас как дела, как в школе. Что получил, с кем дружил. Ну и, пожалуй, этим чаще всего общение ограничивается. А вот как построить общение так, чтобы на вопрос, как дела, был ответ не нормально, а более развернутый, чтобы понимать, что ребенок чувствует. 10 минут утром, 10 минут вечером. Обязательно посидеть рядышком, обязательно погладить, обязательно поцеловать. Да, Светлана Сергеевна? Обязательно поцеловать. Об этом мы уже говорили и говорили не раз, и будем повторять постоянно. Постоянно. Ну, я бы еще хотела сказать, что такая рекомендация родителям всем. Попробуйте каждый день по 5 минут узнавать, что такое для вашего ребенка нормально. И что такое нормально для вас. Может быть, вы точно так же отвечаете? Потом, что такое нормально? Вот когда ко мне приходят, да, я спрошу, как дела? Как неделя прошла от нашей встречи до встречи? Нормально. А твое нормально – это про что? Вариантов, может быть, много. Норма у всех своя. Вот если возвращаться к самовольным уходам, да, вот нарушение этих детско-родительских отношений – это единственная причина? Или есть какие-то причины еще, по которым уходят? Нет, вот сейчас мы сказали о том, что… Недостаток внимания. Недостаток внимания, да. В социально неблагополучных семьях. Я могу привести вот такой пример, вот буквально, буквально на прошлой неделе. Двое детей пошли гулять по годочке. Восьми и девяти лет, да? Чрезвычайное происшествие с детьми. И только в 23.45, я очень хорошо запомнила эту информацию, в 23.45 сожитель мамы выяснил, что детей дома-то нет. А где же была мама? А мама с папой отметили выходной день и очень хорошо отдыхали до этого времени. Вот. То есть тогда, когда дети не видят, что они нужны дома, уходят из дома. Далее. Сейчас очень распространено знакомство в соцсетях. Знакомство в соцсетях. Это, конечно, страшная вещь, прямо скажем. Девочки 11-12 лет, они считают себя очень взрослыми, очень самостоятельными, знакомятся в соцсетях со взрослыми мужчинами. И тогда эти девочки идут навстречу с этими мужчинами и становятся потерпевшими. Вот в нашем городском округе на сегодняшний день потерпевших 55 человек, детей. 55 – это очень много, несмотря на то, что у нас огромный. Это какой период времени? Огромный. Это с начала года. С начала года. И из этих 55 – 24 сексуальное домогательство. То есть дома, видимо, тема сексуального воспитания не затрагивается. А где как не дома? Где как не мама должна рассказать девочке? Мама или папа должны рассказать мальчику, что это такое? Почему нельзя этого делать? Понимаете? Ну, кто еще ближе? Только родители. Ислана Сергеевна, наверное, один из самых частых вопросов, которые задают психологу. С какого возраста пора уже рассказывать? Что можно, что нельзя и начинать вот это сексуальное воспитание? Вы знаете, с трех лет, наверное, это будет самое адекватное, рассказывать просто про части тела человека. Есть сейчас очень много пособий разного рода. Но, конечно, нужно отслеживать тоже, где приемлемо, где неприемлемо. То есть родителю должно быть комфортно про это рассказывать. Чтобы он там не жался, не ужимался, не ухмылялся как-то. Потому что надо рассказать. Потом, смотрите, когда мы купаем ребенка, помоем ручку, помоем ножку, помоем глазик и так далее. И мы называем все части тела. А вот уже ближе к 6-7 годам желательно, чтобы ребенок мылся сам. Ну, возможно, под присмотром. Мальчик под присмотром папы, девочка под присмотром мамы. Дальше уже, конечно, после 9 лет уже могут сами мыться. Почему сами? Ну, чтобы даже пусть близкий, но уже другой человек не дотрагивался до каких-то интимных мест. Так будем говорить. И ребенок понимает, что вот так должно быть. Ну, да, понимаете, когда это происходит, естественно. Должен понимать. Естественно происходит. Когда это там не бьется по рукам, что называется. Я помню, у нас была уже передача, да, я отмечала, что каждый ребенок познает свое тело. Ну, понимаете, ну, каждый. И реакция родителей тут очень важна. Если какие-то моменты уже начинают озадачивать, да, или интересовать, да, и родители не знают, как. То есть замечают, что это чаще и чаще, ну, тогда да, специалист нужен. Но нужно всегда помнить, что без этого... Это норма. Это норма. Как малыши, да, когда рождаются, начинают ручки в руку тащить, а не вот наружные ручки. Тут вот то же самое, только немножко в другой области. А тут, да, тут, конечно, в 5 лет самоидентификация, а я мальчик или девочка, а как, а как? Вдруг я что-то еще обнаружил. Что-то интересное есть. А я предлагаю перейти к еще одной очень важной теме, которая, наверное, как раз актуализируется с началом учебного года. Это буллинг. Буллинг, он, наверное, был всегда и есть сейчас. Что нужно сделать, чтобы ребенок не стал его жертвой? Как его от этого оградить? Оградить? Ну, сначала, что такое буллинг, да, это, наверное, все знают. Все проходили. Ну, не все, конечно, проходили, но во всяком случае... Раньше просто другим словом называлось. Да, дальше только, да, совершенно правильно. Это физическое, психическое насилие. И в настоящее время присоединяется еще травля в цифровом формате. То есть в соцсетях, совершенно правильно, в соцсетях... Более изощренное. Да, изощренное. Ну и, в общем, я хочу сказать, это агрессивное дело, правильно? Агрессия. И это зависит, опять же, то, о чем мы говорим, от воспитания дома. Если ребенок в хорошей семье, если дома добрые родители, если ребенок с добром относится к животным, к своим, так сказать, к братьям, сестрам, к одноклассникам, он никогда не позволит себе травить другого человека. То есть каждый человек понимает, что ему будет неприятно это, что он хочет такого отношения к себе, как относится к другим сам. Правильно ведь? Супер. Верно. То есть это воспитание домашнее прежде всего. И, конечно же, если происходит травля, значит, это очень тяжелое и, будем говорить, преступление. Вот так вот. А любое преступление должно быть наказано. И в обязательном порядке не нужно мимо себя это пропускать. Нужно обращаться и в правоохранительные органы, и, пожалуйста, в комиссию по делам несовершеннолетних. Но дети, кто подвергся этому буллингу, прежде всего должны сказать своим, опять же, родителям, то, с чего мы всегда начинаем. Самые главные защитники детей – это их родители, законные представители. И, в общем-то, тогда уже любой конфликт можно разрешить. Правильно? Любой конфликт можно разрешить. Санна Сергеевна, а любой ли ребенок может стать жертвой вот этого буллинга? Любой. 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 Ну, знаете, тут, смотря как еще рассматривать вот сам процесс. Да. Ребенок, который может дать отпор, который сам харизматичен. Вот если найдется тот, кто, так скажем, сильнее его, и будут вот два лидера. Выяснять, кто из них более. Да. Это может быть. То есть тут, смотрите, вроде бы и хорошо учится там, и успешен у сверстников, но тоже бывают какие-то конфликты. Просто мы это не рассматриваем как буллинг, потому что, ну, в нашем понимании это буллинг, когда уже, ну, все, ну, издевательство, да, изгои, жертвы и так далее, преследователи. Вы знаете, вот, если вернуться немножко назад к нашей теме по поводу того, что сексуальное домогательство, и вот 15 лет девочка уже у нового, там, ухажера, там, да, у взрослого мужчины, я так думаю. Да, конечно. Или мне так показалось. Нет, вам не показалось. Вам не показалось. Вы знаете, сейчас не модно быть неуспешным среди сверстников вот в этой сфере. И вы знаете, как много депрессий и как много переживаний бывает у 16, 17, 18-летних молодых людей, когда вот все вокруг уже вроде бы отношения, а у меня нет. И что тогда? Ну, кто-то, кто посильнее, тот не сдается, и белой вороной остается, и никто не дрожит, никто не принимает, да? А кто-то... И слава богу, что такие вороны еще есть, да, в нашем имуществе. А кто-то, понимаете, вот идет себя проверять и поддается. Вот, может быть, какие-то финальные советы, что сделать, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы он не стал жертвой этого самого буллинга? Чего ему говорить? Не обращай внимания? Конечно. Или вот что говорить? Вы знаете, вот я бы поддержала бы тоже Ольгу Георгиевну в этом вопросе родители. Не надо... Вот сейчас к детям обращаюсь. Пожалуйста, не скрывайте, не бойтесь. И к родителям обращаюсь. Пожалуйста, будьте друзьями своим детям. Выясняйте. Не надо сразу сломя голову бежать и говорить, моего ребенка обижают, все там, да? Выясняйте. Ну, будьте третейским судьей. Вы знаете, что иногда бывают те, кто дерется, а потом самые лучшие друзья становятся. Понимаете? Все как... В мире взрослых мы командиры, как я говорю, ну, мы должны разрулить. Вот. Опять же, если ребенок не научен говорить нет, или там, постоять за себя, или еще что-то, ну, часть ответственности наша, взрослая есть. Да, да. Здрасте, устойчивость должна быть у ребенка. Да, да. Воспитывать мы должны. И все-таки к добру. К добру нужно. Это же так прекрасно, когда ребенок не может дать отпор. Вот, понимаете, это прекрасно, что он не может дать отпор. Хотя он страдает. Да, слабак. Как там, вот не умеет драться. Ну, а нам приятно было бы получить оплеуху? Нет, конечно. Нам приятно, когда дерутся? Нет, конечно. Поэтому пусть лучше мир будет добрым. Да, я всегда еще говорю, что кусают те, кому больно внутри, сами. Конечно, конечно, однозначно. Я всегда говорю и о том, что если начинают взрослые издеваться над детьми в школе, в детском саду, где угодно, это значит, этот человек когда-то был в такой же ситуации, в похожей ситуации, и он не мог дать отпор. А теперь он стал взрослым, сильным и показывает свою силу и власть над другими. Такого не должно быть. Поэтому давайте будем добрым. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...